С начала года прошли отчетно-выборные собрания в первичках. Настало время держать отчет общегородской конференции, куда пригласили лидеров профсоюзного движения, в числе делегатов и члены Молодежного совета и ветераны труда. В работе 27-й отчетно-выборной конференции приняли участие и руководители учреждений образования. Всем им предстояло оценить работу организации за прошедшие пять лет. А у Пинского профсоюза есть достижения. Нам удалось вместе с управлением по образованию, с помощью городской исполнительной власти увеличить заработную плату педагогическим работникам, увеличить трудовой отпуск по контракту. На сегодняшний день наши педагоги, наши работники учреждений образования имеют повышение по контракту от 30 до 50 процентов и средний результат данного повышения 47 процентов. По этим и другим показателям, Пинский профсоюз занимает лидирующую позицию в Брестской области. Это отметил председатель областного отраслевого профсоюза. Если брать, сравнивать работу Пинской городской организации среди городов, то это достойная работа в целом по всем направлениям профсоюзной деятельности. Скажу честно, что достойная такая социально-партнерские отношения и с управлением по образованию. И решаются одни и те же задачи, которые ставят перед нами и глава государства, и наше правительство в целом. 6 807 работников и учащихся состоит в Пинской городской организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки, объединенных 63-мя первичками. 99 процентов охват трудящихся в этой сфере. В Пинске в образовании уделяют огромное внимание численности профсоюзной организации, поскольку членство в ней – это свидетельство эффективного коллективного договора и деятельности самой организации. Конструктивными взаимоотношениями охарактеризовало сотрудничество между нанимателем, профсоюзом и работниками начальник управления по образованию Пинского горисполкома Ольга Левченко. На высокий уровень в организации поставлена культурно-массовая, патриотическая, спортивная составляющая работы. Мы смогли сохранить наши традиции, мы смогли их преувеличить. И одна из новых традиций – это акция «Наши выпускники», которую мы проводим два года. В эту акцию попадают наши члены профсоюза, дети которых выбрали нашу педагогическую специальность. И мы этих людей чествуем, таким образом надеемся, что у нас появятся еще новые педагогические династии, и мы горды этим. И таких примеров в профсоюзе образования и науки еще много. Все это способствует сплоченности членов первичек для выполнения поставленных задач. Заслуга в этом всех представителей профсоюзной организации и, конечно, ее лидера – Светланы Назаренко. Заслышав отчет о проделанной масштабной работе, ей было доверено возглавить Пинскую городскую организацию Белорусского профессионального союза работников образования и науки на предстоящие пять лет.